Приветствую вас. В первую очередь речь, пожалуй, можно вести про то, что вы боитесь единой близости, боитесь сближаться, идти на активном плане и, соответственно, выбирайте себе вот такого партнера, что несколько вам может быть неприятно, которые, ну, вызывают у вас такие вот чувства, да, чтобы в какой-то степени у вас, например, было оправдание для того, чтобы не вступать с ним в интимные отношения, особенно если вы этого вот как-то не хотите или боитесь или так далее. Это первое. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что мысли о насилии, ну, тот факт, что у вас вот есть какие-то мысли о, допустим, о человеке, да, вообще-то ни о чём не говорит. То есть это не говорит о том, что у вас, к чему, например, есть чувства. Это не говорит о том, что... Ага. Что вы его любите. Вот это ни о чём не говорит. Вообще-то. Ага. Больше это говорит о том, что у вас с ним связаны какие-то ваши желания. Да, может быть. Он вызывает у вас такое ощущение, ну, такое вот чувство, что вы чего-то хотите от него. Да, возможно. Возможно, это правда. Вероятно, вам от него действительно чего-то хочется. Вот. Вероятно, ну, как-то вот с ним у вас, ну, действительно, может быть связаны какие-то желания. Это правда. Да. Но то, что вам нравится или то, что вам может нравиться другой человек, например, но это абсолютно нормально с одной стороны и следствие того, чем я сказал, с другой. Поэтому я бы всё-таки, наверное, больше бы обратил внимание на то, что для вас этот человек. Я бы больше обратил внимание на то, что он значит для вас. Ну, какое конкретно его значение для вас. Вот. Я бы, наверное, больше обратил внимание на это, нежели чем на... Ну, на остальное, нежели чем на другое. Вот. Вот. Потому что, мне кажется, это важно, а не то, как вам, например, заставить себя, там, не знаю, пойти с ним на сближение, к примеру. Ну, вот. Понимаете. То есть, то невероятно, что с мужчиной определённого типа вы связываете некоторые свои желания, некоторые свои потребности. Ну, вот. Отчего вам начинает казаться, что у вас чувства к этому человеку, к этому человеку. Вот. Вот. А по факту, может быть, может быть, нет ничего. Или по факту совершенно другая история. История, не связанная с симпатией и так далее. Вот. Понимаете. Такая вот история. Я думаю, мысли, которые у вас возникают, именно мысли, которые у вас возникают, это ещё не означает, что у вас, ну, что вас есть к нему чувства к мужчине. Или не означает, что вы, там, испытываете к нему влечение. И, также, наоборот, отвращение, которое вы к нему может испытывать, не означает, что это именно, вот, то самое отвращение. То есть, это не означает, что он вас не привлекает физически. То есть, вполне вероятно, что здесь имеет быть именементность, а быть страх. Вот. Понимаете. Ну, страх, извлечения, или стыд, или что-то так вот. Ну, это, безусловно, не факт. Вот. Вот. Безусловно, это всё сейчас на уровне, вот, положение. Вот. Потому что, пока что не очень понятно, как обстоят дела. Всё. Класс. Вот. Ну, мне кажется, что, вот, на эти вещи, вот, как минимум, нужно обратить внимание. Ещё на что бы я обратил внимание, там, пожалуй, на то, что вас объединяет, ну, на то, что вас объединяет с мужчиной, да. То есть, вот, ну, что общего между вами и мужчинами, которых вы встречаете. Вот. Вы говорите, что у вас уже такой второй раз, я понимаю, но, тем не менее, было бы здорово, если бы вы попробовали бы немного описать, что общего между вами и мужчинами, которых вы встречаете. И как вы с ними, с мужчинами взаимодействуете? Вот. И взаимодействуете ли вы с ними вообще как личности, или вы взаимодействуете с ними только как мужчина и женщина? Вот. Это важные моменты. Хотя этому, ну, может не уделяться внимание в полном мире, но, тем не менее, это очень важный момент. И от этого может напрямую зависеть успех в ваших отношениях. Это может напрямую зависеть как раз от того, ну, получится ли у вас или нет. Вы строить отношения с мужчинами более, ну, более не адекватно. Вот. Поэтому на эти вещи я бы тоже обратил ваше внимание. Вот. Вот. Так. Такой ответ я мог бы вам дать. Вот вы пишите, что очень нравится мужчина, ну, для меня протекательный. Вот. Вот. Вот вы говорите, что он протекательный для нас. Вот. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, вот эта протекательность, как вот вы ее называете, да, она, на мой взгляд, ну, требует... Какого-то раскрытия своего. Потому что протекательность это то, что хотите вы, то, что нужно вам. Вот что такое протекательность. Вот. Это не совсем про, например, про, например, симпатию вашу к мужчине. Это не совсем про то, что вы хотите у него что-то делать, не то, чтобы вы должны были у него что-то делать, в принципе. То есть это больше именно про то, что вы хотите. Вот. Так же это касается и страсти. По большому счету. По большому счету, говоря о страсти, с речью с родным социалом. Что это вы себя как-то чувствуете с ним. Но совершенно может быть не факт, что он себя чувствует с вами. Вот. Поэтому ситуация может быть непростой. Ситуация может быть разной. То есть лучше бы, прежде чем давать какое-то заключение, да, лучше бы получше узнать эту ситуацию, получше бы ее изучить и исследовать. То можно ошибиться и, в общем-то, попасть, ну, вот, в такое, знаете, неловкое положение. Вот. Чего бы мне, наверное, не хотелось бы. По понятным совершенно причинам. Я надеюсь. Вот. Я надеюсь, что здесь вам понятно, что привлекательность, притягательность человека – это ваше желание. Здесь это для вас возможность почувствовать себя какой-то. Какой-то. Вот. Совершенно не факт, что у вас есть какие-то чувства. Например, к человеку. Вот. Дальше. Дальше. Меня комит давно. Кто-то начинает чувствовать взаимных глазков. Врань внимание к себе. Я начинаю охотник. Вот. Ну, здесь несложно будет предложить вам смотреть, как вообще вот непосредственно этот процесс происходит. Вот. Ну, то есть, из чего этот процесс состоит вам. То есть, вот, когда вы говорите, что нужно охладывать, что они к нему. Вот. Что это значит, что я к нему охладеваюсь? Ну, просто. Как это работает у вас? Это вам неприятно. Это вызывает у вас ощущение, там, я не знаю, может быть, ощущение тревоги появляется, ощущение какого-то страха. Или вот вы говорите про отвращения. То есть, это всё на мой взгляд. Надо бы выяснить. Вот. Вот. Потому что от ваших реакций зависит то, какая по итогу симптоматика за этим скрывается. Дальше. Я когда представляю физическую близость, а чувствую отвращение. Ну, опять же, здесь нужно поподробнее, что это за отвращение. Конкретно. Как такое возможно, если бы, если бы я бывала встала и старалась смыслами о нём. Что это за мысль быть? Не факт, что это мысль о том, что я человека люблю и хочу прожить с ним всю свою жизнь. Это уже во второй раз в моей жизни. Близости у нас пока нет. Такими мыслями вряд ли будет. Просто я понимаю, что проблема во мне. Что за психологические прервы во мне, поломка. Что я, может, ненормальная. Нет. Нет. Вы Немножко не в ту, как на карту степь идёте. Вот. По поводу ненормальности. Такое, знаете, что это истерично немножко начинается. Если вы хотите, чтобы вас успокоили. Вот. Нет. Скорее всего, у вас всё нормально, просто вы не совсем отмечаете то, что происходит с вами. Вот. Вы не совсем отдаёте себе отчёт, что с вами происходит, по сути. Вот. И это, ну, достаточно важный момент, как мне кажется. Если разберётесь с этим, если определите, вот, что происходит, да, вот, что за мысли, какие числа к человеку у вас, например. Какие желания у вас, например, опять же, вот, возникают, то ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас. Вот. В том, что вы, вот, говорите, что у вас, ну, что наше мнение важно для вас. Это, конечно, хорошо, но мнение всё же вам, на мой взгляд, лучше иметь своё. Вот. Психолог может, конечно, помочь и высказать своё мнение, но лучше, чтобы мнение у вас было своё всё-таки. Вот. И учиться доверять себе тоже очень важный элемент психотерапии, вот, в частности. Поэтому это может быть, ну, отдельное такое направление, вот, куда вы можете стремиться, вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Я желаю, хочу, хочу пожелать вам своего самого доброго, удачи, обращайтесь с ним, затягивайтесь с обращением за помощью, потому что, ну, самостоятельно как-то будет всё у вас не меняется. Ну, конечно, пока.